Вещи, которые также работают четко, принес сегодня Максим Багаев, наш айти-эксперт. Максим, привет! Привет! Сегодня поговорим о том, что можно мужику подарить. Вот глаз у меня упал сразу на вот эту камеру, на вот этот регистратор. Давай вот с него начнем, пожалуйста. Он такой замечательный. Посмотрите. Я хочу сказать, что вообще все подарки можно разделить по принципу. То есть первое, мы хотим принести какую-то пользу, сделать. Нашего сына, мужа, батю сделать лучше. Второй вариант, то есть это намекнуть ему на что-то. И третий вариант, уже поняв, что ничего намекать уже с намеками, уже все. То есть подарить конкретно такую штуку, чтобы она начала его двигать в правильном направлении. Регистратор это полезняшка. То есть вот два самых популярных подарка, которые дарят мужчинам на 23 февраля, это регистраторы и фитнес-браслеты. Вот две вещи. Вот это конкретно полезняшка. То есть ты не задумываешься, нужно ему это, не нужно. Ты говоришь, слушай, у всех есть, вероятнее всего тебе тоже пригодится. И про себя все-таки мечтаешь, чтобы регистратор твоему мужу или твоему сыну никогда не пригодился. Потому что мы его используем в тот момент, когда произошла какая-то авария, что-то неприятное, упал метеорит и так далее. Но в целом, если регистратор качественный, обычно мы привыкли его видеть по цене примерно 10-15 тысяч рублей, то Xiaomi делает бессовестно, то есть она эти регистраторы продает за 2,5. То есть вот китайцы, они молодцы. Ничего себе. Вот это? Две с половиной. Так, а второй тогда в топчике, это браслет. Это браслет. Он сколько? Две тысячи. Тоже две. Какие-то ценники прям слишком приятные. Да, нормальные, да. То есть вот это, но мне больше нравятся такие подарки, которые, с одной стороны, это какой-то интересный гаджет, а с другой стороны, это какая-то такая вещь, которую наш даримый не ожидает. То есть очень нравится мне умная скакалка. Умная скакалка? Скакалка. Что мы все с тупыми да с тупыми работаем? Умная нужна. Да, нет, ну серьезно. Слушайте, ну, во-первых, она считает обороты. Это во-первых, да. То есть она передает на приложение, и ты можешь посмотреть просто... Скакалка! Скакалка, да. Умная. То есть скакалка. Нет, самая странная умная вещь у нас там еще впереди, как бы, так что... Ёршик какой-нибудь. Слушайте, ну, скакалка – это прям огонь вообще. Так, подождите, умная скакалка. Ого! У нее умный чехол. Умная скакалка. Красиво. Приятненько. Я сегодня, видишь, я сегодня к кофейне пришел с подарками, там, мне только прилавка не хватает. Ну, вот, слава тебе, господи, в ТВК мне будет... Умная скакалка, реально. Да, слушайте, ну... Так, отдельно, как на мчаке. А, она даже без... Или с веревкой? Нет, она с веревкой идет. А, господи, есть. Я думала, там уже виртуальный лазер такой, ты прыгаешь. То есть теперь перед выходом из дома мы заряжаем еще и скакалку. Ну, нет, там есть, как бы, там есть батарейки, которых хватает на очень долго, примерно на год. Но, то есть, главный прикол в том, что ты видишь, сколько, с какими показателями и как много ты упражняешься на скакалке. То есть это же, это же как отжимание. Это такое упражнение, которое, с одной стороны, максимально простое, с другой стороны, то есть оно очень интенсивное. Все задействует. Поэтому, то есть если, как бы, если у вас есть проблемы в семье, кто-то не хочет делать зарядку, да, то есть ты говоришь, дорогой, я тебе, короче, дарю вот эту замечательную скакалку. И теперь у тебя есть возможность перед твоим пятым классом встать и свои, там, 40 килограмм, там, поподнимать. Если с физической формой все хорошо, а вот можно в умственную сторону работать, это туда? Слушай, в сторону, да, абсолютно верно. То есть мне дико нравится эта вещь. Это кубик Рубика для спид-кубинка. То есть есть сейчас... На скорость. Да. У молодежи есть такое понятие, как уверкаутеры, да, то есть которые, там, видели, да, то есть они летом подходят, на турнике делают кучу упражнений. То есть если ты крутой уверкаутер, классно. Так вот, есть... Опа. Есть точно такая же, как бы, для умников. То есть спид-кубинг. С какой скоростью, насколько, как бы, насколько быстро, в различных ситуациях ты собираешь кубик Рубика. Ну, то есть если вы не видели, да, то есть там был рекорд, занесенный в книгу Гиннеса, там молодой китайский мальчик, то есть за 5 минут, то есть он жонглировал как бы тремя разобранными кубиками Рубика, да, то есть и собирал. То есть и в конце концов, да, за 5 минут, то есть он собрал 3 кубика Рубика, да, то есть это зафиксировало, то есть книга рекордов Гиннеса, то есть поэтому... Антон, давай, у нас есть еще эфирное время. Поразили нас. Дожди еще, отскакалки не отошел. Божешь нас удивить. Слушай, мне вообще просто... Антон, знал бы я, что тебе придется все это пробовать, я бы в следующий раз, короче, что-то, короче, что-то подобрее бы взял. Вот. Следующий, как бы, следующий, следующий подарок, это будет, если вы уже хотите, ну, то есть если вы хотите сделать свой дом лучше. Дом. Да, весь дом. То есть вы, как бы, вы... У человека должен быть дом или квартир. Ну, или квартир, да. Если нет, дарите сначала дом, а потом делайте его лучше. Да, хорошо. Но это на Новый год. То есть это на Новый год дарите. Ну, конечно, да. Давай, что еще для дома у нас? Пока, Катя, нас не слышит, я тебе расскажу страшный секрет. Дело в том, что женщины вообще дарят достаточно недорогие подарки. То есть вот этого, как бы, вот этого взрыва продаж, который ощущает все магазины на 8 марта, то есть 23 февраля не происходит. Поэтому я сегодня принес такие вещи, которые стоят весьма-весьма разумные деньги. Вот. Это... На секунду. Мне выгоднее сделать вид, что я не слышала, потому что я согласна. Можно прочитать набор датчиков. Слушайте, это набор датчиков для умного дома. То есть, собственно говоря, то есть есть... Почти. Катя, не отвлекай нас. Я в процессе подошла. Здесь есть управляющий, то есть вот это вот, это хаб, то есть который управляет, собирает информацию со всех датчиков. Ну, он выступает так же, как динамик, как подсветка. И есть датчики, которые позволяют реализовать, то есть там контроль за открытием дверей, открытие окна, умную кнопку. То есть вы можете любое действие, как бы, это запрограммировать. И чаще всего это делается для того, чтобы сделать дома умный свет. То есть покупаются умные лампы, они бывают различного света, они бывают, там, настольные, как бы, настенные. И человек, приходя домой, то есть в зависимости от того, что он зашел, нажал, короче, прошло такое-то время, включилось какое-то другое устройство, может это все запрограммировать вместе и сделать дома у себя такой маленький, такой, дом будущего. То есть к нему приходишь такой, ты понимаешь, что, ёпористы, ну вот это вообще круто. То есть цена такого, цена такой вещи примерно, там, четыре с половиной тысячи рублей. То есть это весь набор, да, будет? Да, это весь набор, к нему надо только лампочки купить, если вы световой. А если вы, например, хотите дома систему безопасности организовать, да, и у вас есть веб-камера, то есть вы можете веб-камеру, датчик-объемник, этот, который, как бы, ну, он сразу же, он выступает, как и динамик, который орет в случае, если у вас происходит проникновение. Передает видео на ваш телефон, как бы, то есть вы видите из Таиланда, что вас кто-то обворовывает. О, прекрасно. А сделать ничего не можете. Можно наблюдать, да. Это же мой брат. Ладно, хорошо, давай к самой большой коробке. Слушайте, ну а вот это вот уже, это уже из веселого. То есть если, как бы, если перевернуть вот этой вот стороной, как бы, то есть и вот так вот, то есть любой, любой отец школьника скажет, что это, то есть... Конструктор. Это конкретно-то лего-техник. То есть вообще просто. Да, 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 да. Так вот, то есть если вот так вот убрать, то становится понятно, что это не совсем лего-техник. Это одна из компаний, которые входят в экосистему китайского производителя большого. Вот. И они, если раньше они сломали сначала рынок там с Брауну, там, Орал Бис с этими, с зубными щетками, с бритвами, да, то есть люди приходят и говорят, что слишком дешево стоит. Так вот, то есть следующий рынок, который они ломают, это рынок лего. Бедняги лего. Бедняги лего. И он достанется. Там есть много ценителей, которые пока не ведутся, покупателей, которые только оригинал, но их все меньше и меньше. Что-то конструктор. Это конструктор. Это конструктор, то есть, ну, опять же, как бы, то есть, там, если ты посмотришь, я тебе потом скажу, разница в цене по сравнению, скажем, с американским производителем, ну, примерно в 4 раза. Мальчики все такие мальчики. Подари. Там написано 6+. Подари мне. А, нет, я старше 6+. Он явно больше 6+, и там написано 720 элементов, поверь, то есть мы в детстве с Антоном лего не собирали, поэтому, как бы, для нас это все, то есть можно сразу 16+, 26+. Оригинал такой будет стоить от 3,5 тысяч как минимум. Да не то, что было. Нет, нет, слушай, 720 элементов стоит десятку, короче, это меньше трех, да. Пам-пам. Видишь, как, пам-пам. Ну, запасайтесь подарками. Кубик Рубика, скакалка, регистратор, лего и вот такая штука, о которой мы в два слова сейчас можем сказать, два слова буквы. Это датчик, который позволяет начинающийся сахарный диабет, либо проблемы с почками, если это, на него надо писать. Для здоровья. На него надо писать, да. Ну, не прямо на него, но вот эти тест-полоски, наверное, да? Там тест-полоски, они в него заправляются, как бы, то есть он делает, у него 8 японских датчиков, которые определяют, это как весы, которые, как бы, профессиональные, стоят, там, 15, у этих, они стоят 2,5, и они мерят одинаково. Вот здесь та же самая ситуация, то есть за весьма разные деньги, то есть вот он делает скрин-анализ вашей мочи. Либо кровь каждый день. Катя, я пойду, значит, сделаю скрин-анализ, а ты с Максимом выбери мне подарок. Девочки-то понимают, тут на тест на беременность похоже немножко. Спасибо вам большое за то, что заняли нашего Антона, как минимум еще на пару минут. Скоро продолжим программу.